Сюжет о гравитационной электростанции Валерия Бачевича натолкнул меня на мысль о том, что есть более точный механизм определения антигравитационной силы, чем взвешивание газов. Действительно, а разве этот раскритикованный всеми вариант вечного двигателя не позволяет нам это сделать? Давайте представим, что шарики у этого вечного двигателя наполнены воздухом, а масса этих самых шариков чрезвычайно мала по сравнению даже с массой этого самого воздуха. Исходя из нынешних представлений официальной науки, здесь наблюдается баланс между энергией на вращение вот этой цепочки и энергией, с которой шарики всплывают в воде. Такой же баланс наблюдается, если за счет какой-то там энергии подавать пузыри воздуха на дно этого сосуда. Кстати, весьма интересно отметить, как ведет себя в воде с пузырями, например, обычное яйцо, плавающее, так сказать, без пузырей. Подуем в шланг, и плавающее яйцо действительно тонет. Пусть и не сразу, но все же тонет. К чему я все это говорю? А к тому, что ежели бы Валерий нацелился на определение, так сказать, антигравитационных свойств не только пузырей воздуха, но и пузырей, например, водорода, то ему бы без проблем удалось бы доказать, что получаемая в этом случае энергия превышает энергию затрат, причем весьма значительно, и действительно, так сказать, он продемонстрировал бы всем вечный двигатель. Конечно же, условно говоря, вечный двигатель, так как в данном случае использовалась бы та энергия, которая используется при осуществлении и гравитационных взаимодействий. Именно эта энергия обеспечивает извечное витание молекул газов над земной поверхностью и проникновение водорода и гелия в космическое пространство. И никаких других антигравитационных процессов в гравитационной электростанции Валерия Бачевича и не может быть в принципе, если, конечно же, всерьез придерживаться принципов классической механики.